Друзья, всем привет. Меня зовут Максим Шубин. Сегодня мы поговорим о серии Пищеблог. Сегодня поговорим о втором сезоне и третьей серии. Не забывайте, ребята, ставить лайки, подписывайтесь на канал. Друзьям рассказать, колокольчик нажимайте и пишите, ребята, в комментариях насчет данного сериала. Итак, Валерка приходит к Корзухину после того, как он немножечко опешил, когда увидел родителей, что они стали тушками. Все это дело он рассказал, естественно, своим, получается, единственному фугу. Да, я думаю, их можно с друзьями, хотя в этой серии он предъявил ему, что он обвиняет во всем. Ну, не во всем, конечно, то, что Рита Стратилат поначалу, конечно, Валерка не верит, но под конец серии он уже практически в этом уверен. Ну, естественно, как и Игорь Корзухин. На самом деле, опять же, достаточно большой был перерыв между сезонами, и я подзабыл о событии концовки первого сезона, и сейчас нам напоминают на самом деле, потому что казалось, что Игорь убил форожа, и, ну, получается, на нем есть кровь, на нем убийство. Он также во всем этом признался, ну, по крайней мере, он написал признательную записку, написал, и, в общем, эту записку также ему предъявила его, скажем так, очень хорошая, близкая, знакомая, Покровская. Почему у них можно роман, и типа того, а он теперь не хочет, и она решила немножечко так, вот, понятно, шантажер, но то, чтобы сильно потом и сказал, что, да, я признаю, да, я виноват, но мне сейчас нельзя в тюрьму, мне нужно оставаться здесь, мне нужно помочь Валерке. Собственно, вон, это депутат. Также в этой серии машину у него захотел забрать Саша Плоткин, причем он каждый раз старается Корзухину продемонстрировать, что он доминирует, что он обладает, что он собственник Вероникой Световой, и Световой, вернее, и каждый раз это выглядит, конечно, очень странно. Она его женщина, но как-то с ней он обращается довольно-таки самоват, и, возможно, ну, знаете, есть и семьи, где такие мифические мужики, редкие, где все-таки и матриархата, где матриархат, и все-таки мужчины, мужья. Ком, а наоборот. И здесь все, может быть, выглядит как раз-таки для меня, как для зрителя этого сериала, как-то обычно, неожиданно даже. Но, тем не менее, значит, что еще? Дальше. Дальше они продолжают искать обломки древней плиты, соединив которые можно убить статилат, естественно, если его туда внести, как мы помним, из объяснения одного из персонажей во второй серии второго сезона. В принципе, им удается найти несколько обломков, и, естественно, до них не может затронуться Валерка, ему становится плохо. Вот, но Игорь, в общем, ему в этом плане помогает. Это происходит в больнице. Не понятно, что за больница вообще, ну, типа, там, пункт или что-то вроде того. Там, Валерка, и довольно много крови, довольно много источников его питания, поэтому становится ему там, мягко говоря, не по себе. Привращается звери, показывает свой мячок, показывает его медсестри, мячорческий язык, что это такое вообще. Витов постаралась успокоить эту медсестру, что, на самом деле, вам показалось такое, они побежали с обломками. Сперком он почувствовал и побежал за ними. Обратно они вернулись, не нашли Риту, не нашли вообще никого в живых. Только были следы крови, и медсестра лежала на кушетке, естественно, не особо-то живая. Хотя, может быть, ты жила. В любом случае была в отключке, как минимум. И Валерка хотел ее сосать. Сосать. Да, в сосаде, да, более правильно здесь слово. Но его остановила, по всей видимости, Анастасий. Хотя, как вы помните, она умерла. Поэтому довольно странно, но тем не менее, тоже не удалось делать. А, да, еще, конечно, в этой серии важный документ. То, что из-за некоторой неприязни, ненависти, Саша Плоткин хочет забрать УАЗик, у Игоры Корзухин УАЗик. И его, а каких, вот там, хочется сказать, предприятий, но скорее, ну, короче, государственный, а он там не целевое использование, типа, ездить по своим делам и так далее. И в итоге, конечно, ему не хочется делать, но надо бы отдать. Но он не отдает, естественно. Дальше они отправляются в школу, там у них учения по НВП. Выясняется, что их, собственно, учителя там, учителя Валерки, они тоже вампиры со всеми этими язычками, силами и так далее. Короче, как Валерка. Вот, и они, безусловно, безусловно, не хотят, чтобы Валерка как-то откалывался от их системы. И, по всей видимости, они хотели через Игоря Корзухина объяснить Валерке, что так делать нельзя, что надо примкнуть к ним. А Игорь Корзухин бежал от них. Но там, конечно, опять же, на этом всем обрывается серия, что происходит в конце серии. И также Валерку Лагунова накинули какую-то сетку, из которой он не может выбраться, которая его душит, которая его жжет. Там появился новый персонаж. Возможно, был в первом сезоне. Честно говоря, не помню уже. Но в любом случае он решил, нужно, видимо, убить Валерку Лагунова. Вот, и во всем этом помогает ему одноклассник Валерке. Вот такая серия вот получилась. В общем, жду, ребята, ваши мне в комментариях насчет данного серии. Вообще, мне очень нравится этот сериал. Пожалуй, я оценю эту серию. 7,5 баллов из 10. Я думаю, она была не самая лучшая из трех серий, которые я уже успел посмотреть в втором сезоне. Но была тоже достаточно хорошая серия. Я это назначена вам этот сериал просмотру. Естественно, жду вашими мне в комментариях. Пишите. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...